Привет всем, кто заглянул на мой канал! Я вам очень рада! Сегодня хочу вам показать свою новую покупку, которую я сделала на днях. Это садовые ножницы аккумуляторные. Дело в том, что у меня есть ножницы для травы, которые я приобрела очень много лет назад. Ручные ножницы. Я несколько дальше вам в этом обзоре покажу, как они выглядят. Но, сказать откровенно, и фирма не очень хорошая, я бы не рекомендовала ее покупать другим. И дешевизна вот этой покупки, она себя, в общем, не оправдала. Дело в том, что постоянно набиваешь мозоль этими ножницами, постоянно болит кисть после того, как ты ими поработаешь. Да, возможно, это не самый популярный инструмент в саду, в плане того, что им пользуешься не так часто. Но все-таки я пришла к выводу, что надо было покупать вот действительно аккумуляторные эти ножницы. Это просто, это комфортно и это работа с удовольствием. Но, как многие, наверное, уже кто меня смотрит, знают, что я люблю при выборе инструмента, знаете, подержать в руках, как-то какие-то манипуляции, может быть, провести, чтобы понять, комфортно или некомфортно мне будет работать этим инструментом. Для меня это самое важное, пожалуй. Но в этот раз мы выбирали по техническим характеристикам, которые читали в интернете, и по комментариям и отзывам тех, кто приобрел этот инструмент. Ну, во-первых, первое, что привлекло мое внимание, это небольшой вес этой модели. 550 грамм весят эти ножницы. И, соответственно, в руках их держать легко и достаточно комфортно. Второе, что привлекло внимание, это две насадки. Одна насадка, это ножницы для травы, вот эти маленькие. Ширина этих ножниц 8 сантиметров. Я еще рассматривала модель фирмы Makita, и там ширина ножниц была порядка 20 сантиметров. Сначала мне показалось, что это здорово. Но потом, что-то я так представила, если вдруг два куста розы или еще чего-либо будут расти достаточно близко, и между ними нужно будет скосить траву, то даже 20 сантиметров могут оказаться, ну, несколько большой величиной. И некомфортно будет с этими ножницами вот на этом расстоянии, каком-то маленьком, проходиться и работать. Поэтому выбор, в общем-то, за 8 сантиметрами. И вторая насадка, это насадка для стрижки кустарников, живой изгороди, для формирования хвойных растений. Ну, в общем-то, тоже она совсем будет не лишняя. Хотя у меня пока такой необходимости нет. Но, тем не менее, иметь вторую насадку тоже неплохо. Длина ее 12 сантиметров. Для небольших кустарников вполне хватит. Значит, третьим пунктом, что нас привлекло, является то, что здесь аккумулятор какой-то литиево-ионный, если я правильно выражаюсь. И дело в том, что его можно заряжать в любой момент, независимо от того, насколько разряжен он будет на данный момент. То есть это тоже здорово. Это тоже большой плюс. Но еще большим плюсом оказалось то, что вот эта модель, она полностью заряженная, может работать в течение 50 минут непрерывно. Поскольку другие модели, более дешевые, они работают в течение 15 минут, 30 минут. Ну, то есть 50 минут, это достаточно хороший период времени, в течение которого можно подстричь, ну, соответственно, большее количество травы. Еще здесь, знаете, что этот инструмент, он рассчитан на левшей и правшей. Ну, и несмотря на то, что я правша, и мне вроде бы это не актуальна тема, но я испробовала в руке, как я буду правой рукой работать, если вдруг случится и придется левой работать. Действительно комфортно и без всякого напряга. Вот. Ну, и, пожалуй, вот эти критерии, они такими основными явились в выборе вот этой модели. Но купила я ее в интернете, понятно, цены, конечно, разные. Так что, если кого-то заинтересует, поинтересуйтесь сами, посмотрите. Сейчас я раскрою вот эту коробочку, покажу вам, как все это выглядит внутри. Ну, как обычно, немецкое качество, все красиво, аккуратно, все замечательно. Вот. Такая коробочка, она на молнии, она мягкая, обтянута некой тканью. Поскольку мне сейчас одной рукой, ой, некомфортно работать, сейчас я ее открою и покажу дальше. Так, открыла. Здесь, соответственно, лежит инструкция. Здесь лежат всякие гарантийные талоны. Ну, это, я думаю, мало кого должно интересовать, правда? Вот, вот, сама основа, сама основа очень легкая. Вот, кстати, к разговору о левшах и правшах. Тут дело в том, что вот эта кнопка, вот эта кнопка, она начинает работу. И, соответственно, вы можете нажимать, если вам удобно, вот с этой стороны. А можно даже, держа в правой руке, нажимать с этой стороны. И также, если вы возьмете в левую руку, можете нажимать эту кнопку с любой стороны. Так, вот в таких чехольчиках насадки, ножи, в пластиковых чехольчиках. Вот так они выглядят. Сейчас я одену и покажу. Чехольчик открывается вот так до щелчка. Вот она, насадочка. Ой. Так, теперь нужно... Сейчас. Ну, вот и все. То есть нажимаем вот на эти кнопки, фиксируем до щелчка насадку, и теперь получается, что вы, допустим, большим пальцем правой руки, ну или какой руки, вы нажимаете сначала вот эту кнопку, которая запускает в работу механизм, и вот на этот большой, на эту большую, ну как бы, клавишу или кнопку. Потом вы эту отпускаете, кнопку, и работаете нажатием только на эту большую клавишу. А можно, допустим, если удобно, вот, нажимать указателем, допустим, пальцем, с этой стороны эту кнопку и вот эту клавишу. Ну вот, вполне симпатичная, и вы знаете, очень комфортно, очень комфортно. Вот эта ручка, она такая, как бы, прорезиненная, наверное, ну не про силиконеная, наверное, прорезиненная. Очень удобно держать, не скользит, ничего. Вот, дальнейшие действия я попробую показать вам на траве. Вот здесь у меня на небольшом треугольнике растут три розы, вот, и всегда нам приходится обкашивать вот это место триммером. Ну и бывает, вот как было в прошлом году, я посадила Мэри Энн, и она была малышкой буквально вот такого размера, как Августа Луиза сейчас. И, в общем-то, триммером мы леской скосили два побега из трех. Вот, ну это ей пошло на пользу, как видите, вот второгодка, вот такой вид она имеет. Кстати, хочу сказать, что Чипендел в этом году что-то у меня не очень порадовал, потому что когда у меня из зимы выходил маленький и короткий, как я его обрезала всегда, он давал вот буквально такие же побеги, достаточно быстро, а сейчас их много, они мелкие, с мелкими бутонами. Но, надо сказать, я эту розу себе представляю как туго-думку, он достаточно медленно развивается, в принципе, и цветет он достаточно позже, чем, наверное, остальные розы. Особенно во втором цветении очень долго набирает силу. Ну, надеюсь, что это особенность сорта. Вот, третий год ему я пока еще не очень его поняла, но ощущается вообще на самом деле какой-то недостаток, может быть, подкормки, хотя подкормку я ему дала точно такой же, как и всем остальным. Ну, в общем, я посмотрю. У него немного слепых побегов, я буквально оборвала лишних, потому что стволики хорошие, крупные, но он весь какой-то загущенный, я бы сказала так. Ну, так вот, я сейчас попробую вот этими ножницами показать вам, как косится травка в этом месте. Попробую сказать откровенно, я, наверное, не очень качественно сняла, потому что одной рукой снимать, а одной скашивать, в общем, не очень удобно. Вот, но тем не менее, результат хороший, быстрый, ну, в общем-то, здорово. Мне нравится мое приобретение. А вот это те самые ручные ножницы, которые у меня просто мертвым грузом лежат практически 10 лет. Фирма называется Мистер Лого. Это, по-моему, инструменты производства Тайвань, насколько я помню. Ну, в общем, в результате, честно говоря, я никому не советую тратить деньги, даже небольшие, на приобретение такого инструмента. Вот, ну, во-первых, вот, действие его таково, что вы нажимаете вот так, ну, как на ножницы обычные, и они режут траву. В общем, не режут, а буквально закусывают. Вот, нет, ну, можно, конечно же, что-то сделать, но при этом у вас очень сильно нагружается вот эта часть руки. Это, знаете, постоянно вот это место болит, если достаточно долго им поработать, ими. Вот, и буквально дальше по руке тоже идет достаточно сильная нагрузка. Вот, я всегда, вот эта пружина, ее надо постоянно смазывать, или даже не ее, а вот тот механизм, который там внутри находится. Вот, ну, и пружина достаточно упругая. В общем, нужны усилия, чтобы нажимать, чтобы работать этим инструментом. Очень некомфортно, очень, вот, поверьте. Поэтому, вот, от души не советую тратиться на эти вещи. Вот, вот они у меня практически новые, нетронутые. Выброшу в помойку нещадно, не жалея. Травы выросло очень много за прошедшую неделю, так что пошла спасать свои растения, свои розы, и работать новыми аккумуляторными ножницами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok